Вы в курсе, что в этом году будут благоустроены более полусотни населенных пунктов Краснодарского края. А вообще в регионе благодаря нацпроектам благоустроят более тысячи общественных территорий. Об этом рассказал губернатор Вениамин Кондратьев во время форума «Комплексное развитие городов современной России. Проблемы и пути решения». В краевую столицу приехали участники со всей страны. В течение дня эксперты разрабатывали планы градостроительства, обсуждали ветхое жилье и то, как сделать жизнь людей удобной и комфортной. Подробности в нашем сюжете. Екатерина Иванова давно поняла, что даже самая красивая квартира с модным интерьером и современным дизайном теряет свое очарование, если подъезд грязный, а фасад давно обветшал. Выглянув в окно, женщина видела только припаркованные машины и деревья. Детям негде было играть, а за место на дворовой скамейке приходилось выстраиваться в очередь. Чтобы облагородить дом и территорию, жильцы взяли инициативу в свои руки. Активисты вступили в краевую программу по капремонту. Теперь здание, которому в этом году исполняется 45 лет, обрело новый облик. А пятиэтажка гордо носит звание «Дом образцового содержания». Делая такие маленькие шаги, начиная с благоустройства своего дома, все вместе мы сможем прийти к главной цели – сделать комфортнее и уютнее весь край, отметил Вениамин Кондратьев на встрече с жителями. У нас красивый город, Краснодар, столичный город. И хотелось бы, чтобы хотя бы большинство дворов у нас были такими. Друзья, знаете, от кого это зависит в первую очередь? Правильно. От тех, кто живет в этих дворах, в этих домах, потому что вот это, что мы сегодня видим, эту красоту, это, конечно, в первую очередь, благодаря вашей активности и председателю ТСЖ. Это не должно быть событием, это должно быть ежедневной жизнью. Такой результат, я еще раз хочу подчеркнуть, он должен стать нормой для жителей нашего города, и не только Краснодара, да и нормой для жителей других наших городов, и станиц, и поселков. И когда мы к этой норме привыкнем, к такой жизни, мы никогда от нее не откажемся. И наши дети будут смотреть на нас, и тоже никогда от таких дворов уже не откажутся. Это наш город и наш край. И только мы его сделать можем комфортным, благоустроенным и более цветущим. 86-й ваш дом, и в Краснодаре, в Краснодарском крае второй. Поэтому я, конечно, в первую очередь поздравляю вас с тем, что вы сделали и содержите свой дом. На самом деле, наш дом, это, ну, практически мы там рождаемся, мы живем, дети наши живут с нами. И, конечно, хочется, чтобы он был всегда комфортный, в первую очередь. И то, что вы сделали, это, конечно, наверное, самая активная ваша позиция. За 10 лет в домах управления ТСЖ удалось сделать много. Ремонт крыши, водоснабжение, замена электропроводки и многое другое. Мэр Краснодара рассказывает губернатору, что раньше вместо этого футбольного поля были металлические гаражи. А теперь здесь новая спортивная зона для местных жителей. Везде установили светодиодные лампы, которые понижают напряжение до 180 вольт. Благодаря этому менять их приходится не чаще, чем раз в год. Не забывают и озеленять территорию, высаживают деревья и кустарники. Губернатор отметил, что все эти достижения стали возможными благодаря неравнодушным людям. Психологию надо перезагрузить, не ждать, что кто-то, а понимать, что мы можем. Мы, кто живет, в том числе и в Краснодаре, и в нашем целом большом крае. От одной улицы к целому городу почетный знак, но уже образцового предприятия ЖКХ получила компания «Краснодар Теплосеть». Они ежегодно расширяют производство, строят новые объекты и прокладывают километры труб. И запускают котельные. Для целого нашего края сегодняшнее ваше звание – это событие. Потому что в целом та инвестиционная политика, которую вы сегодня осуществляете, она, наверное, примером является для всей отрасли жилищно-коммунального хозяйства нашего края. Ведь вы не живете с сегодняшним днем. Вы реально думаете уже о завтрашнем дне. И хочу сказать огромное слово благодарности за то, что вы вот такую инвестиционную политику, она продиктована не финансовыми дивидендами, а в первую очередь заботой о жителях города. Это сбалансированная прибыль, где-то минимальная. Но самый главный дивиденд – жизнь, жизнь горожан и жизнь города. Как сделать так, чтобы жизнь в российских городах была такой комфортной и удобной, обсуждали уже на форуме комплексное развитие городов. Не случайно при входе в экспоград первое, что видели участники – масштабная модель Краснодара. Вся кубанская столица как на ладони. Макет с будущими объектами осмотрели полномочный представитель президента России в ЮФО Владимир Устинов и губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона показал полупреда, например, где расположится будущая школа для одаренных детей с интернатом и масштабным спортивным ядром. Это также часть комплексного развития города, о которой чуть позже говорили на пленарном заседании. Речь шла о реализации национальных проектов и программой «Комфортная городская среда в регионах». Владимир Устинов поприветствовал участников форума и отметил, что благодаря программе благоустройства скверы и парки в разных точках страны обретают новый облик. И все это не без помощи жителей, ведь их мнение учитывается при выборе территории. В среднесрочной перспективе нам предстоит решить немало задач по дальнейшему комплексному и сбалансированному развитию городских поселений, поставленной главой нашего государства, будут решены существенные экологические проблемы в городской агромерации, вопрос обеспечения граждан жильем, созданы необходимые условия для культурных и гражданских инициатив, развитие бизнеса, существенно повысится качество государственного муниципального управления. «Чем живут города? Экология, экономика, инфраструктура. Огромное количество проблем. Сегодня мы их будем обсуждать на площадках. И поверьте, те поручения, которые выйдут после, те общие данные, которые мы соберем со всех площадок, станут основой для качественных, я надеюсь, донастроек законодательных актов». Так, благодаря федеральной программе «Комфортная городская среда» в крае за прошлый год благоустроено 45 дворов и скверов. Сейчас уже трудно представить, что, например, на месте аллеи в честь 80-летия края был заброшенный пустырь. Ведь теперь это любимое место граждан. В свою очередь Вениамин Кондратьев поблагодарил правительство за решение продолжить программу до 2024 года. В крае продолжают благоустраивать парки и скверы не только в крупных городах, но и отдаленных станицах. Несколько лет назад краевые власти изменили подход к строительству квадратных метров. Вместо точечной застройки – дома с социальной инфраструктурой. «Коллеги, три года назад мы изменили подход в градостроительной политике нашего края. Мы ушли от точечной застройки, мы перешли к комплексной застройке. И поверьте, что нам пришлось услышать от строительного бизнеса. Это не лучшие порой слова, но мы понимали, что точечная застройка, она не приводит к качеству жизни. И сегодня у нас принцип один, прежде чем застройщик переходит к освоению того или иного массива, именно массива, он показывает, какое количество школ, детских садов, парковок необходимо для того, чтобы не только построено было это жилье, но и жизнь в этом микрорайоне появилась. Конечно, должны быть принципы, правила. И эти правила, конечно, должны вырабатываться, приниматься в виде законов, подзаконных актов и неукоснительно соблюдаться. И я уверен, каждому здесь сидящему есть что сказать. И в целом выработать одну общую позицию, которая позволит нам быть вместе и отстаивать интересы регионов, представители которых сюда приехали. Это нужно для того, чтобы жизнь и в отдаленных уголках наших регионов, это и в краевых центрах была комфортной. Краснодарский край – это территория с высокой миграционной привлекательностью. Столица Кубани растет не по дням, а по часам. Прирастают и другие города. Поэтому мы не понаслышке знаем о проблемах комплексного городского развития. Депутаты законодательного собрания края регулярно встречаются с коллегами из Краснодара, из других муниципалитетов края. Мы стараемся вместе искать законодательные решения. Алгоритмы дальнейшего роста российских городов обсуждали вместе с федеральными экспертами. На видеосвязь с участниками вышли заместители министра ЖКХ России Никита Стасишин и Максим Егоров. Больше всего руководителей городов и районов волновала тема реализации национальных проектов. Так, согласно проекту «Жилье и городская среда» в России предполагается с каждым годом увеличивать объем вводимого жилья. И уже через пять лет показатель нужно удвоить, а это не менее 120 миллионов квадратных метров в год. Некоторые регионы попросту не знают, какие инструменты нужно использовать для эффективной реализации задачи главы государства. В форуме приняли участие около 500 человек. Это главы городов, представители профильных ведомств, как краевых, так и федеральных. Здесь именно те люди, из уст которых можно услышать проблематику конкретную, цифры конкретные. А как у вас? А у нас в Астрахани вот так. Вопросы заявлены очень серьезные. Это и строительство жилья, это и комфортная городская среда. То, что форум проходит в Краснодаре, это хороший знак. Это значит, что городу есть показатель, что. И есть, что передать другим регионам. Сейчас, очевидно, наступило время, когда нужно всерьез заботиться не только об инвестиционном потенциале, не только об экономике, но и о городской среде, о том комфорте, в котором проживают люди. Наверное, даже необходимо, когда можно напрямую задать вопрос волнующие жители от хутора, станицы и маленького города, заместителю министра строительства или министру строительства ЖКХ. На полях первого всероссийского форума работали пять дискуссионных площадок, такие как город экономического роста или умный город. Предложение, которое выдвинут на них участники, направят главному исполнителю майского указа и нацпроектов правительству России, а также в администрацию президента. Ведь главная цель грядущих перемен в российских городах – это комфорт жителей. Предусмотрено благоустройство территорий и в комплексном развитии северо-восточной части Краснодара на полутора тысячах гектаров. Вениамину Кондратьеву презентовали новый район кубанской столицы. Он расположился вблизи поселка Знаменский. Там планируют возвести дома, детские сады, школы, а также крупнейший медицинский кластер. 25% территорий отдадут под озеленение. О том, как будет выглядеть будущий микрорайон, расскажут наши коллеги из Краснодара. Сейчас на горизонте пусто, но именно здесь быть городу. Полторы тысячи гектаров земли – непаханное поле для развития краевой столицы. Краснодар уже взял курс на расширение именно здесь, в его северо-восточной части. 980 гектаров этой территории уже переданы в муниципальную собственность. Мэрия подготовила концепцию развития территории. Здесь будут не только жилые комплексы, но и медицинский кластер, социальные объекты, собственные парки со скверами – идеальное место для комплексной застройки. Мы здесь не спальный район Краснодара строя. Это практически может быть уже такой современный административный центр, в том числе уже внутри Краснодара. Поэтому давайте исходить из того, что здесь не только количество жильцов, но и административных зданий, то есть социальных объектов должно поместиться. И все должно быть комфортно и гармонично завязано на городскую среду. А мы начинаем сразу же с количества квадратных метров. Давайте лучше начнем со скверов, с парков, давайте с детских садов, с поликлиник. Приоритет при планировке этой территории – комфортная среда. Вот сколько у нас на эту территорию парков, сколько скверов, сколько поликлиник, сколько детских садов. И какой шириной у нас будут проспекты и бульвары. Давайте начнем с этого, с главного для жизни – комфорта. Ну и второй момент. Мы прекрасно видим М4ДОН. Это дорога, по которой поедут автотуристы, люди, которые едут своим транспортом к нам отдыхать. И они тоже будут видеть прекрасно то, что мы здесь настроим. Поэтому тем более, если уж они будут проезжать мимо Краснодара, конечно, должно сказать, ничего себе какой-то этот город Краснодар. Даже как столица нашего края. Губернатору показывают, как будет формироваться новый микрорайон. Он расположится вблизи поселков Знаменский и Новознаменский. Есть еще и промышленный кластер, который мы здесь же предусмотрели. Это вот идея строительства ТЭЦ для этого микрорайона, для того, чтобы мы его полностью обеспечили теплоэлектроснабжением. Планы действительно глобальные, на десятилетия. По сути, это город в городе. Огромная территория, предварительный расчет, она должна вместить почти 200 тысяч населения. Это по нашим планам должна быть самая современная застройка. Не в смысле этажности, как раз с этажностью нужно будет поосторожничать. А в смысле комфорта и комплексности. Поскольку здесь предусмотрено размещение расчетного количества школ, детских садов, поликлиник. По предварительным расчетам, на такое количество жителей необходимо построить 68 детских садов и 25 школ. Уже на совещании докладывает мэр Краснодара. Земли для этого хватает. Отдельные участки будут резервировать под социальные объекты. А четверть территории всего нового микрорайона отведут под зоны рекреации. Все проекты, концепции, планы обязательно представят на общественные слушания. 25% территории – это будет территория общего пользования, территория озеленения. То есть это те нормативы, которые утверждены у нас непосредственно правилами землепользования и застройки. В результате развития северо-восточной части Краснодара должен получиться своеобразный городской кампус, когда внутри на одной территории находится вся необходимая для жизни инфраструктура. В пределах будущего микрорайона люди смогут и работать, и отдыхать. Это и есть новые строительные стандарты краевой столицы, которые учитывают ошибки прошлого. Здесь мы должны в целом сегодня определиться по принципам строительства, размещения объектов в новом Краснодаре. Полторы тысячи, которые в земле, еще раз подчеркиваю, это огромная территория, даже массивом не назовешь, огромная территория. Просто землей эта территория предоставляться не будет никому. То есть конкретно заданные параметры, архитектурные формы, то, что мы хотим, чтобы было построено в этом новом городе. А не так, что землю раздали, а потом кто на что гораст. Все, так больше не будет. Для этого мы с вами сегодня здесь и есть, чтобы задать те градостроительные нормы, градостроительные правила, архитектурные формы, концепция, которая будет реализована уже застройщиками. Но это будет наша концепция. Это концепция, которую одобрят жители Краснодара. Мы должны передавать заданными уже параметрами, которые должны быть неукоснительными для выполнения. Неважно, кто это будет, ведомственные министерства, либо застройщики. Обшая стилистика должна быть одна. Давайте покажем, что можем сегодняшний новый Краснодар сделать таким величеством. Одним из самых масштабных проектов по своению территории станет медицинский кластер. На участке в 58 гектаров, а это примерно 80 футбольных полей, расположится сразу несколько современнейших лечебных учреждений. Не исключено, что рядом с ними построят и жилье для врачей, которые станут там работать. Это онкодиспансер, скорая медицинская помощь, наркодиспансер, реабилитационный центр, инфекционная больница, которая будет и детская, и новая современная, которая будет и детская, и взрослая. Плюс сюда еще сопроводительные службы. Это единая прачечная, это единый пищеблок. Глобальная перестройка ждет и транспортную систему. Такой огромный микрорайон с медицинским кластером обязан справляться с автомобильным трафиком. Уже разработана концепция транспортного коридора по улице Тихорецкой от улицы Володарского с выходом на трассу М4 Дон. Венимин Кондратьев попросил обязательно учитывать в проекте развитие города в долгосрочной перспективе. Вы говорили про транспортную инфраструктуру, коммунальную инфраструктуру, в целом, как вы его назвали, транспортный каркас нового города. Давайте его делать с запасом прочности. С запасом прочности, потому что, я думаю, что если он будет комфортным микрорайоном, он будет максимально пользоваться популярностью, и дальше он будет расширяться уже, еще раз подчеркну, много там рядом земельных массивов. Поэтому, чтобы наш проспект и через 50 лет не образовал одну большую пробку для тех, кто хочет по нему проехать. То есть вот запас прочности мы должны сразу закладывать на лет 50 вперед. С учетом того, что, конечно, город будет разрастаться, расти, и это естественный процесс мегаполиса. Сегодня из 8 объектов по 6 уже ведется проектирование. К октябре месяца текущего года мы закончим проектирование. Я думаю, что до конца года получим положительное заключение экспертизы. По двум оставшимся, я думаю, что в конце года мы уже приступим к проектированию. Создание всего транспортного коридора вместе со строительством планируем завершить к 2025 году. В проект развития новой территории Краснодара попадут и два поселка, которые находятся неподалеку. Несмотря на то, что там уже есть сформировавшаяся застройка, единая концепция будет учитывать в том числе новую инфраструктуру. Посмотрите, они почти рядом. Новознаменский, Знаменский с новым нашим городом. Поэтому давайте в концепции общей рассматривать, в том числе и эти районы. Сегодня нужно попытаться все-таки интегрировать и Знаменский, и Новознаменский уже в новый город. Потому что там тоже должны появиться детские сады и школы. Мы об этом говорили. Объекты социально-культурного назначения. Ну и, конечно, тротуары с дорогами, нормальными дорогами. Поэтому давайте сразу изначально это смотреть как общую концепцию. И транспортная логистика должна быть общая, и инфраструктурная логистика должна быть общая. Такое масштабное территориальное развитие Краснодара, пожалуй, можно сравнить с концом 80-х годов прошлого века, когда начинал застраиваться юбилейный микрорайон города. Сейчас во главе угла стоит гармоничное и грамотное общественное пространство. Ведь комфорт жителей – основная цель городской среды обитания. Как создать комфортные условия в кубанских городах, благоустроить поселки, обсуждали и на выставке «Юг-Билд». Масштабный архитектурно-строительный форум посетил Вениамин Кондратьев. Глава региона осмотрел стенды, пообщался с производителями и поставщиками. Именно так выглядит детская площадка нового поколения. Вместо традиционных лазеек и качель – канатные сетки, преодолев которые, ребенок добирается до горки. Производители так и говорят – это не просто игровая зона, а целое спортивно-развивающее оборудование для ребенка. Такие конструкции безопасны, долговечны и применимы климатическим условиям нашего региона, что очень важно при выборе одного из главных объектов – городской инфраструктуры. Мы на сегодняшний день, в отличие от всех других компаний-производителей, уходим от фанеры. Мы используем АБС-пластик, который по всем своим техническим характеристикам, долговечности и всему прочему превышает сильно. Кажется, здесь есть все, чтобы возвести не просто дом, а целый город. В этом году в выставке участвуют 265 компаний из пяти стран мира. Среди них кубанские производители, их около 40. Компании региона традиционно востребованы. Только в прошлом году фирмы смогли реализовать товаров на сумму более 57 миллиардов рублей. А это на 9% больше, чем в 2017-м. Меня Минкондратьев интересуется у производителей. Как они себя чувствуют сегодня на рынке стройматериалов? В основе вашего успеха лежит экономика. Экономика вашего предприятия. Насколько сегодня востребована ваша продукция гипснауф на строительном рынке, в первую очередь региона? Во-первых, мы сейчас работаем в четыре смены. Загружность завода практически 100%. Мы планируем сейчас расширять мощности. В следующем году мы планируем запустить новое производство от цементной смеси. То есть вы уверенно смотрите в завтрашний день? Конечно. У нас амбициозные планы. По тем компаниям, которые производят стройматериалы, можно оценивать состояние в целом строительного комплекса региона. Если сегодня он волонтерен, если вы сегодня уверенно смотрите в завтрашний день, вы производители строительных материалов, значит, конечно, в целом нет никаких угроз для строительного комплекса края. В регионе несколько лет успешно реализуется приоритетный проект формирования комфортной городской среды. В крае появляются новые зеленые зоны, скверы и парки. Не последнюю роль в создании таких общественных территорий играет качественная и красивая плитка. Вениамин Кондратьев осмотрел стенд одного из таких производителей. Их плитку сегодня можно увидеть на улицах многих кубанских городов. Вы сегодня достаточно зарекомендовали себя с точки зрения цены и качества. И качество высокое. Значит, не избавляйте качества и делайте цену доступной. Поэтому, если, конечно, кто-то будет дышать вам в затылок с такой же ценой и с таким же качеством, конечно, он тоже может запросто зайти и его плитка тоже будет в наших городах, станицах и поселках. В этом-то момент. То есть, конкуренцию, коллеги, никто не отменял. На площадке, кроме строительной продукции, были представлены и новые архитектурные проекты. Это парки, скверы и жилые районы. При этом многие комплексы на макете – это 20-этажные высотки. Губернатор отметил, такие здания хороши не везде. В первую очередь надо создавать достойные условия для жизни людей и строить дома так, чтобы в них было комфортно. Комфортная среда, на самом деле, для человека – это невысокая среда. То есть, это, ну, среднее по высотности строительства – это 4, 5, 6 этажей, наверное, предельно. Там люди ощущают пространство, территорию, небо. И вот сегодня, мне кажется, я понимаю, что чем выше, тем дешевле может быть тот или иной строительный комплекс. Но про комфорт давайте не забывать. Про комфорт не забывать. Мы на это ориентируем. Люди сегодня, почему с наших микрорайонов, спальных бегут, они как по лабиринтам там ходят, по большому счету, добежали до квартиры, поэтому они спальными-то и называются. Переночевал и опять убегает оттуда, убегает. А это неправильно. Люди должны жить, жить комфортно там, где их жилье. И мы должны сегодня разворачивать строительную индустрию в сторону качества жизни людей, качества. Заработать, да, я понимаю, это бизнес. И он должен быть выгодным, прибыльным, но в первую очередь должен быть комфортным, комфортным для жизни. Поэтому 5- и 6-этажное жилье, я считаю, это новый стандарт, который сегодня должен появиться в строительной индустрии. После осмотра экспозиции губернатор встретился за круглым столом с ведущими архитекторами России и края. Ведь именно от них напрямую зависит облик каждого населенного пункта. Регион нуждается в новых идеях комплексного освоения территории. Лакомый кусок для инвесторов – кубанская столица. Но Краснодар не должен становиться комфортным только для бизнеса. От этого в первую очередь страдают жители краевой столицы. На встрече глава региона вспоминает про разговор с одним из инвесторов. Одному уважаемому инвестору приехал, мне говорят, мы купили, мы вложились, мы потратились. Здесь, естественно, мы все на свете. Я говорю, ну вот есть, пожалуйста, такой стандарт установленный, там, пять этажей. Он говорит, что это невозможно, нет экономики. Я его, знаете, как бы сказал, и он услышал, я говорю, знаете, вот так вы относитесь очень с легкостью. Пять этажей, либо 16 ему нужно. Я говорю, потому что это не ваш город. Вы здесь не живете. Вы его не чувствуете. Вы здесь зарабатываете. Просто зарабатываете. А мы здесь живем. Мы его чувствуем. И мы хотим, чтобы наши дети, внуки жили в таком Краснодаре. В комфортном, с пространством, с небом. Поэтому мы просто не даем зарабатывать на своем городе. Вы абсолютно правильно говорите. Ну, все, хватит. Давайте повернемся к человеку. Давайте создадим ему комфортную среду. Для того, чтобы создать комфортную среду, на старом стройкомплексе базироваться категорически нельзя. Во время встречи между архитекторами возникла дискуссия по поводу сохранения исторического центра Краснодара. Так называемые новоделы должны органично вписываться в общий облик и не быть памятником бескусицы. И здесь важно выработать правовое поле для застройщиков. Нужно давно уже было прийти к одному знаменателю. К одному. Мы сегодня занимаемся акциями. То одного застройщика ловим, то второго, то третьего. То архитектора виноват. Потому что нет правового поля и нет одного знаменателя. Поэтому пока нету каждой на что гораздо. А потом судимся опять, опять останавливаем, приостанавливаем, сносим. Но это как-то оно такой хаотичный характер имеет. А должна быть система. Мы должны сегодня сделать первый шаг в сторону системы. Общей системы. Да, она будет плохой, хорошей. Но система должна появиться. Система застройки. Правила и принципы исторического центра. Кубань сегодня динамично развивается. Только в прошлом году регион занял второе место в стране по объемам жилого строительства. Сегодня главная задача не гнаться за количеством квадратных метров, а сформировать качественно новую среду для жизни людей. И в этом особую роль играют городостроители и архитекторы. Архитектор – это такая профессия, которая по-настоящему после тебя может позволить оставить след. Какой будет этот след после каждого архитектора? Сколько он будет комфортным для будущих, последующих поколений? Потому что строить на день, на год ничего не строится. Безусловно, хорошее решение, архитектурное решение, я видел на стендах. Но это главная проблема, как сегодня соотнести варианты, предложенные вами, с реальной экономикой строительного бизнеса. Ведь эти проекты, они могут и остаться проектами на бумаге. И сегодня стратегически важная задача двигаться в сторону качества уже того жилья, которое мы строим, у внешнего облика. Обсуждение длилось больше двух часов, но даже этого времени оказалось мало. Разговор было решено продолжить, ведь темы действительно волнующие. Потому что от принятых сегодня решений в городостроительной политике зависит будущее Кубани. Краевая целевая программа формирования комфортной городской среды реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». И рассчитана она до 2024 года. Так что времени хватит на благоустройство всех городов и сел Кубани. На сегодня это все. Будьте в курсе всех событий своего города и края. В студии была Инга Габешия. До встречи в эфире.